Всем привет! Сегодня поиграем в такую игру, как Half-Life Opposing Force. Это у нас дополнение для игры Half-Life, разработанная компанией Gearbox Software, коллаборацией с Valve и выпущенная Sierra Entertainment 31 октября 1999. То есть это дополнение представляет игроку тот же сеттинг, что и оригинальная игра, с той разницей, что игрок берет под свое управление капрала Адриана Шепард, достал дата спецподразделения МЕЦУ или НЕКУ. Пройдемся по системным требованиям. Соответственно, данные на 2021 год совсем смешные. Это процессор 233 МГц, оперативка 32 МБ, видеокарта 8 МБ, ну и клавиатура и мышь, соответственно, стандартные контроллеры для этой игры. Пройдем сегодня первую миссию. Если есть обучение, пройдем еще обучение. Давайте пройдем сначала в настройки. Настроим все клавиши сейчас под себя, точнее я под себя настрою. Так, режим рендеринга, OpenGL, разрешение экрана МЕЦУ нет, да, разрешить пускай будет, низкое качество не надо. Так, а есть какие-то еще, типа детальные какие-то, или нет, типа, все по-простому. Замок. Господи, бля. Лады. Все, начинаем. Новая игра. Давайте курс подготовки также пройдем, как и в Half-Life первой части мы проходили. Встать, девочки. Меня звать инструктор Тиборнс. Первые и последние слова, которые я должен слышать из ваших вонючих халебал, это есть, сэр. Я понятно выражаюсь. Так точно, сэр! Ужас какой, блядь. Моя задача проста. Сейчас вы все салаки. Вы молчите, пока к вам не обратятся. Вы не спите до тех пор, пока вам не разрешат. Если я вам прикажу прыгать, вы отвечаете, как высоко. Ясно? Так точно, сэр! Нельзя поворачивать, кстати, голову. Как тебя звать, мешок с дерьмом? Что за молк? Язык в жопу затянуло? Ах, Капрал Шепард. А, нажимай нажимай. Капрал собачье дерьмо. Похоже, тебя случайно поместили в начало списка лучших кадетов. Предлагаю тебе оттащить свою садницу в тренировочный центр и немедленно должить инструктору Шарпу. Теперь двигай, Капрал. Ты откуда, сынок? Из Техаса? Дерьмо! Ты знаешь, что идет? А, ну вот, нормально. Ты достаешь меня, сынок! Прикольно. Так, единственное, я сейчас посмотрю, у меня на двух дорожках записи звука идет. Или на... да, слава богу, на двух. Иначе я потом не смогу поправить просто звук. А что тут есть-то? Куда идти? Я чувствую дыма, а нету дыма без октября, так что двигай, солдат! Привет. Инструктор. Так, не сюда. Какая злая озвучка. Это ты называешь отжиманием? Опускайся до конца! Лучше б ты не выеживался, десантник! Да, какая-то странная обучаловка. Камера за нами следит. Так, тут что у нас? Ладно, салага, слушай сюда. Я не знаю, кем ты там был на гражданке, но теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. Делай так, как я скажу, и к вечеру ты будешь срать на все опасности и хватать победу голыми руками. Ох, бля, вот это мне нравится. Тебе, не железайный ты, солдат, я встречу тебя с другой стороны, в арсенале. Окей. Пошли. Приступим. Че берем? На стене возле меня ты видишь ПЦВ. Это твоя силовая защита. Используй ее правильно, и я гарантирую, что она не раз спасет твою жизнь. Твой ПЦВ может перезаряжаться от батареи, а также от стандартных и военных и гражданских систем. Чего ждешь? Хватай, ПЦВ полностью среди. Вот черт побери, он тебе порадовится. Стретимся в следующей зоне, где я покажу его возможности. Твой ПЦВ нужен для того, чтобы сохранить твою нивчемную жизнь в бою. Зайди на этот момент, и ты убедишься в этом. Как видишь, ты не помер. Твой ПЦВ взял на себя большую часть поражающего факта. Держи твой ПЦВ заряжен, и вероятность того, что останешься жив, сильно увеличится. Ну и в следующую зону. Ты должен пользоваться защитой, мешок с дерьмом. Противник не будет ждать, пока ты пошевелишь своей никчемной задницей. Следующая зона воспроизводит многие опасности, которых ты можешь встретить в бою. Постарайся двигаться как можно быстрее, избежать серьезного ранения. Мертвый десантник бесполезный десантник. Я встречу тебя в конце, если ты сможешь пройти это живым. Давай. ПЦВ. Все, все, все. Вот это? А, сюда. Кроме защиты, твой ПЦВ позволяет много других вещей. Сейчас свет потухнет, и откроется дверь. Включи прибор ночного видения, пройди по лабиринту, и выйди с другой стороны. Давай, давай, вперед! Изи. Черт тебя возьми, теперь ты узнаешь, что такое быть солдатом. Теперь бегом в следующую зону тренировок. Где зона? Давай, давай! Хорошо, Саванка! Посмотрим, сможешь ли ты пройти остаток курса. Так, приготовились, готов! Марш, марш, марш! Давай на эти платформы! Давай, давай, давай! Присядь, прыгай, шевели задницей! Хе-хе-хе. Блин, это прикольно. Тащи задницу с горы! Потом через стену! Быстрее! Тебя через этот брус! Готово. Вот здесь тренируются солдаты! Ты что, хочешь разочаровать меня? Иди в следующую зону! Давай, бегом! Марш, марш, марш! Майор Пэйн, блядь! Хе-хе-хе. Посмотрим, сможешь ли ты лезть быстрее, чем бежать. Готов? Давай! Очень хорошо! Возможно, ты и не полный идиот! Может, залезешь сюда и попробуешь достать меня? Ты точно можешь лазать быстрее, чем бегать! Теперь посмотрим, сможешь ли ты использовать веревку не только для лазания! А для чего еще? А, надо спуститься. Прыгай, лови веревку и раскачивайся, чтобы перепрыгнуть через воду! Че? У тебя проблема, солдат! Снимай и пробуй еще раз! Во! Это требует координации, солдат! Тебе нужно перепрыгнуть с веревки на веревку и закончить этот курс! Твою мать! Че, мы сделаем эту херню? Во! Ты почти впечатлил меня, солдат! Встретимся в следующей секции, и мы посмотрим, что ты из тебя представляешь! Поехали! А лучше двигайся, так... Так, солдат, это тренировка на выживание. Это даст тебе понять, как чувствуешь себя в бою. Держи свою башку пониже и двигайся от укрытия к укрытию. Я хочу, чтобы твоя морда была в земле, понял? Давай, 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 на веревочную лестницу, шевели задницей, на землю, солдат, давай, 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 не стойся! Окей, окей. Давай, задницу! Держи свою башку пониже и двигайся от укрытия к укрытию. Держи свою башку! Че, мой дерь, ты умудрился пройти мое любимое упражнение? Тебя даже ничего не оторвало! Неплохо. Че дальше? Можно я займусь командованием? Спасибо большое! Отлично, солдат! Дриней к следующей зоне тренировки! Таргет рэнч. С оружием? Наконец-то! Люблю пострелять! Твоё оружие твой лучший друг, и это твой единственный друг, и чтобы быть эффективным, солдат, ты должен уметь им пользоваться! На столе ты увидишь стандартный образец своего личного оружия. Возьми его и подойди к лени стрельбы из пистолета. Цель этих учений — познакомить тебя с твоим оружием. Твоя задача — уложить шесть пуль внутри внутреннего круга каждой мишени. Можешь начинать! О! Нифига! А чё вы перезарядка без этого? Можешь идти к следующей части тренировочного курса. Туда-сюда? Спасибо, отобрал! А, пушку отобрал. Это упражнение должно научить и напользоваться дальновойной снайперской ментовкой. Подойди к столу, возьми снайперскую ментовку и подойди к лени стрельбы. Готово. На упражнении ты будешь стрелять по неподвижным и двигающимся целям на средних, дальних и предельных дистанциях. Если ты не слепой, ты уже увидишь, что у винтовки есть оптический прицел. С его помощью ты сможешь получить увеличение, и тебе будет легче увидеть дальние цели. На расстоянии ты увидишь три неподвижных, частично замаскированных целей. Чтобы перед их следующей тренировке, ты должен поразить все три цели. Хорошо, теперь, солдат, посмотрим, как ты разберешься с простыми движущимися мишенями на этом расстоянии. Да, перезарядка. Очень хорошо, теперь посмотрим, как ты попадешь в движущиеся мишени на дальнем расстоянии. Не торопись, солдат. Хорошенько прицелься. Убедись, что взял хороший прицел, солдат. Терпение — это ключ к такой стрельбе, солдат. Да я понял. Где эта шляпа ездит? Неплохо, очень неплохо, солдат. Теперь посмотрим, что у нас с предельным расстоянием. Невероятно! Ты действительно можешь стрелять. Я бы даже доверил тебе прикрывать мою задницу. И я с тобой закончил, солдат. Иди в следующую зону и доложи следующему инструктору. Ладно, мешок с дерьмом. Ты доказал, что солдат из тебя получится. Теперь посмотрим несколько способностей к командованию в твоей достойной, к сожалению, башке. Чтоб стать хорошим командиром, ты должен уметь командовать солдатами взвода. Первый вид — это инженерные войска. Инженер позволяет получить доступ в те места, куда просто так не доберёшься. Принимай командование и веди его к запечатанной двери. Так точно, сэр! Отойди-ка направо, это недолго. Они каждый раз дверь запиливают, когда тренировку проводят. Ох ты, ёб твою мать. Как видишь, инженереры могут здорово помочь в бою. Пройди через комнату и дверь и встреть другого солдата. Так точно, сэр! Соси сочный, ёпта! Медики — самые ценные солдаты. Они могут вылечить тебя и твоих солдат. Чтоб получить медпомощь, просто держи клавишу использования, и медик окажет первую помощь. Когда он подлечит твои раны, иди в следующую зону, чтобы закончить тренировку. А, он как этот действует, я понял. Как аптечка обычная. Слушай сюда, солдат! При боевых действиях ты не всегда будешь находиться в прямом контакте со своими солдатами. Чтоб связаться с ними, ты должен использовать любое военное радио. Через него ты сможешь вызвать подкрепление или получить нужные разведданные. Подойди к радио и воспользуйся им. Поздравляю, солдат! Ты больше не совака! Теперь я могу сказать, что ты настоящий солдат! Я уверен, что ты понравишься своим товарищам! Теперь доложи готовности, солдат! А, чё, куда доложить-то? А, никуда? Я понял. Так, ну в общем, небольшое обучение мы прошли. Кстати, оно интереснее намного, чем в оригинале. Более такое смешное. Так, учебный лагерь. Так, новая игра. Сложный выбираем. Почему бы и нет? Чё, халрать, смогли пройти? Это что, не сможем? Летим. Летим. Шоу-7, етик-7, сруботанки 1-1-2, и все здесь, сайтов права танка. Вас понял, штаб. А это мы забрались. Кто-то решил, что мы подлетаем в дом и ломанку? Так мне показалось, взялся на дом и ломанку. Очень! Жаль, по любому имени, в любом месте. Чувствуешь запах? Какой еще запах? Вам нужно еще раз попасть, надо сдать. Хе-хе, это уж точно. Говоришь, фигня, все это, а? А если бы это была учебная миссия, зачем же мы тогда не открывали крикансов? О, последний момент, а? Ага, как это все понимают? Засунули на спин, знаем куда дальше. И не говорят зачем. У тебя вновь лея на лея домой. Ой, я отдам тебе приказ, когда мы пойдем в дыру посадки. Дошло на тебя! Есть, сэр. Да мне вообще от одного места, зачем мы туда идем? Мне надо там пришить кого-нибудь. Я слышал. Двини на век, работитель довольно нет. Ну, это я так понимаю, это вот мы летим как раз на зачистку. Кто-нибудь видит нормальную посадочную площадку? Нигар, нет, мой семьи. Я его выдаю, я из-за этого не понимаю, что это нормально. Горячее, не прибернулся, шеф. Да, слушай сюда, у нас сложное понимание. Разбей, библи, погиб. Разбей, библи. Я ни хера не слышу, че они болтают. Ну, конечно же мы выжимем, ну как? Что происходит? Все? Ёб твою мать. Лёг. А на этом, друзья, внезапно все. Это была первая глава, вступление, короче, грубо говоря, катсцена. Ну, что я могу поделать, если разработчики действительно так разделили данные главы. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую главу и другие видосы и стримы. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok